здравствуйте дорогие друзья меня зовут владимир я приветствую вас на канале строительной компании кельстрой за моей спиной вы видите дом который мы построили в 2014 году каркасный коттедж габаритными размерами 9 на 9 сейчас мы пройдем с вами в дом и посмотрим в каком виде он стоит сейчас и в данный момент заказчик пригласил нас на отделку этого дома внутри сейчас мы находимся на первом этаже напомню что дом у нас 9 на 9 каркасной особенности у этого коттеджа это вот такой вот треугольный эркер когда мы приехали сюда перед делать первый осмотр больше всего что мне не понравилось это здесь нет еще никакой по большому счету отделки а чистовые полы шпунтовые доски уже сделаны поэтому они этого никогда нельзя делать сразу нужно сначала допустим напилить его положить обратной стороной сделать отделку стен отделку потолков а потом уже практически в последнюю очередь монтировать шпунтованную доску это первое что мне не понравилось второе не понравилось как сделано пароизоляция она сделана привита обратной стороной это раз и плюс она в некоторых местах на втором этаже сейчас пройдем я вам покажу что есть практически вообще не то что без нахлёстов а еще и открытый утеплитель вот хотелось бы сказать пару слов о каркасе то есть каркас у нас состоит из доски 150 50 на 150 миллиметров со всеми диагональными укосинами снаружи дома обшиты листами уэсби потом на листы уэсби смонтирован брусок 50 на 50 миллиметров и сделано еще перекрестное утепление 50 миллиметров базальтовая на утеплитель на базальтовый утеплитель смонтирована ветрозащита на ветрозащиту смонтирована вентиляционная рейка и на вентиляционную рейку уже смонтирована 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 имитация бруса переходим допустим внутрь снутри у нас на каркас смонтирована пароизоляция на пароизоляцию сделан пензазор из рейки 25 на 50 и на этот пензазор смонтирована имитация брусов ну еще пока не смонтирована но этим мы как раз и будем заниматься давайте сейчас пройдем на второй этаж и посмотрим второй этаж ну вот и о чем вам я и говорил пароизоляция то есть она смонтирована неправильно вот здесь у нее гладкая сторона а с этой стороны она шершавая то есть в любом случае пароизоляция должна смонтирована шершавой стороной в наружу гладкой стороной к утеплителю потому что все пары которые капельки будут образоваться от жизни деятельности человека все эти капельки они будут зависать вот на вот этой шероховатой стороне вент зазор будет через винт зазор это все будет продуваться и не будет течь на пол там куда-то эти капельки то есть вот и вот о таких местах я говорил что пароизоляция подходит не то что даже нахлёста нету на друг на друга пароизоляции еще и вот такие вот открытые места вот здесь пройди покажет электрика электрика я так понимаю что тут тоже очень большая проблема потом сантехника уже разведены трубы для отопления и когда мы пересплачивали вот эти вот фунтовыми фунтовыми доску пересплачивали полы мы обнаружили что у металлопластиковых труб есть соединение внутри перекрытия куда уже потом нельзя будет добраться если это вообще категорически абсолютно делать нельзя и заказчик даже об этом не знал вот теперь он значит с этими людьми расстался обратился снова к нам и мы приехали будем делать будем делать здесь отделку мы и дальше будем снимать все дальше уже мы будем снимать такие серии небольшие роликов скажем о монтаже имитации бруса о монтаже вагонки на потолок о монтаже подоконников наличников зашивки различные поэтому оставайтесь с нами следите за отделкой данного коттеджа после серии роликов об отделке мы в конце снимем полный сюжет как выглядит этот дом уже после отделки на этом я пока ролик заканчиваю до новых встреч подписывайтесь на наш канал и на